Доброе утро! Доброе утро, Наталья! И поэтому, да, очень здорово, когда человек боится, но все равно приходит, потому что здесь мы уже можем помочь справиться со страхом, а если боится и не приходит, вот это уже обидно. Потенциальным донорам обещают комфортные условия, непринужденную атмосферу, атмосферу искусства и культуры. А как, в принципе, будет происходить сам процесс? Ну, арт-резиденция, в принципе, приятное место. Это, как правило, какие-то выставки. В этот раз будет фото-выставка очень красивая. У нас, как правило, играет музыка приятная. Ну, и, естественно, будут песни про любовь. Это понятно. Есть обычно какие-то артисты, которые приходят нас поддержать, и это тоже нравится донорам. Понятно, что вас встретит администратор, который уточнит, в какое время вы должны были прийти. Дальше вы проходите медицинские процедуры, проходите саму донацию, ну и после этого приятный чай с пирожками и какие-то небольшие подарки. А в какое время можно приходить донорам? И нужно ли записываться заранее? Если вы приходите на СПК, тогда вы приходите с 8 утра, начиная. Наши акции начинаются в 9 утра, заканчиваются в этот раз акции в половине первого дня. Однако к нам надо записываться заранее, чтобы не сидеть в очередях. Вы приходите к определенному времени. А где и как можно записаться? Следующий вопрос. Конечно. В социальной сети ВКонтакте есть у нас группа, она называется «Новый герой донорства Пермь». Ну и, собственно, там у нас выложена анкета, которая заполняет доноры. Ну и после этого они дожидаются звонка администратора. Мы обзваниваем всех примерно последние 2-3 дня и уже выбираете время определенное. Если не в социальных сетях, то как можно еще записаться? У нас есть волшебный телефон. 8908, если это важно, зрителям сейчас запишите. 8908-27-44065. Трубку возьму я, я вам все расскажу и, конечно, запишу вас на нашу акцию. А кто может прийти и сдать кровь? Есть ли какие-то ограничения? Если человек уже есть 18 лет, если он хорошо себя чувствует, нет каких-то очень серьезных заболеваний, каких-то, возможно, хронических заболеваний в острой стадии, если вы не делали в последний год татуировок, не проходили иглокалывание или серьезные операции не переносили, тогда, пожалуйста, приходите. Какие-то документы нужны с собой? Да, возьмите с собой паспорт. Больше нам ничего не нужно. Еще вот такой вопрос. Имеет ли значение прописка? Может быть, у человека очень редкая группа крови, но, к сожалению, например, прописка не в этом городе? На самом деле, вот я сразу же, да, про этот стереотип. Неважно, редкая у вас группа крови или нередкая, потому что нужна абсолютно вся кровь, всех групп крови. Вы понимаете, что если у вас группа крови распространенная, то и больных с вашей группой крови тоже больше. В общем, это логично. Ну, а по поводу прописки, да, нужна прописка Перми или Пермского края в данный момент. Ну и заключительный вопрос. Как подготовиться к сдаче крови? Важно в течение двух суток до донации раздержаться от принятия алкогольных напитков. Убираем из рациона все жирное, жареное, острое и молочное. Важно помнить, что сюда же у нас относятся сметана, масло, ну и все производные молока. Вот, за два часа до донации, пожалуйста, не курите. Спасибо большое, Наталья, что нашли время заглянуть к нам в студию. А я напоминаю, у нас в гостях была Наталья Ливина, директор Центра развития филантропии «Капля». А прямо сейчас мы переходим к программе «Экономим», будем учиться экономить на продуктах питания. Продолжение следует...